Не хватало, ВП не хватало инициативы. Так, подожди, это... Это не... Стоп, это игра. Ага, Спраут выиграл даже не нажимая пистолетку. Друзья, всё, это же... Это уже... Это уже ингейм. Прошу прощения, это такие интересности. У нас МП5 опять снова на карте имеется. Ну и поехали тогда. В игру Спраут взяли пистолетку. ВП, правда, за атаку. Но у ВП есть МП5. Как я понимаю, Деннис с ним поддавил. Да. Но в итоге наказали. Попытка Виртуз Про пройти уже через коннектор на точку Б. Более того, у них есть... А-а-а... Чего? Миху? Куда? Зачем? Что, МП5 так сильно хотелось? А всё, и атака на Виртуз Про начинает уже разваливаться. Да, есть ещё Морелс, конечно. Но на крок не должен остановить их. Спиди! Спиди останавливает первого. Далее Морелс оказывается в ужасающем для себя положении. Несмотря на то, что удаётся ему сдавить первого. Скорее всего, ему уже здесь не вытащить. Хотя, давайте посмотрим. Но 6 хп просто. У оппонента должно быть, я не знаю, хоть что-то против него. Три секунды он не ставил. Перси буквально одной пулькой попадет. Лей, не ясно. Кстати, очень медленно идет НАТО Саффикс. Возможно, это вариант для Перси. Но НАТО Саффикс боялся, что того начнут давить спину. И поэтому решил так сильно не торопиться. По итогу, сейчас мы что увидели? Кто у нас дал фраг по тиммейту? Кажется, это был Миху, да? Да, Миху убил парня с MP5, кажется так. Так, а вот и коэффициент от сайта нашего партнера GGB. Мы видим, что Спраут вышли уже серьезно фаворитом. 1,2 на них коэффициент. 1,2, как многие привыкли говорить. Хотя моя учительница математики, наверное, за такие выражения бы точно не похвалила. Ну, и Спраут, в принципе, дефолтная расстановка. Да, есть удержание центра, да, есть игрок на зиге. Ну, и два опорника под тучка, на отдаче не играют. Ну, и, в общем-то, Virtus.pro, как я понимаю, просто хотят из ковров выбежать, задавить массой и поставить бомбу. Это самый оптимальный вариант на пистолетку. Для этого даже две флешки имеются, а не одна. Сейчас ждут рассеивания смоков, но тем временем, тем временем, справа понимаешь, что на центре никого нет, укрепляет уже позицию. Начинается жесткая перестрелка с нэчей. Еще именно спады не судает, но и бомбу тоже должен ставить бомбу. Так, так, так. Слушайте, а здесь уже не до бомбы. Кажется, здесь уже даже удается перестрелять всех опорников. Вот тогда глаки оказались крайне эффективны. По итогу попытки выйти на ретейк от спиди, от перси у них девайсы покомфортнее. Ну, и их ВП уже у ВП не осталось практически. И получается такой своеобразный тир. Бомбу раздиффузят. Но ВП показали найс. ВП показали очень хорошую пистолетку на голых глаках. Они большие молодцы. Ну, вот давайте... Да, посмотрим даже повтор за Морелзом. В частности, он здесь, как я понимаю, дал два минуса. Вот так вот, вот так вот. Тем не менее, справа 3-0. Едем на первый девайс на ВП. ВП снова от Снэйчи. Как-то Паша Бицепс уже не доверяется. Снэйчи сейчас, в принципе, выглядят более оптимальным вариантом. Вылетает уже на центр. Там в окне его... А, даже уже не в окне. Там Ната Саффикс вообще давить собрался на пару с тиммейтом. И вот сейчас момент Х. По ножке. Ну, Снэйчи слабо, слабо Снэйчи. Далее под Молик Ната Саффикс. А, под флешку, прошу прощения, Ната Саффикс пытался... Вернее, Миху пытался открыться. Но флешка взорвалась позже, как ему показался. И, соответственно, с той же самой позиции игрока коллектива ВП. Ключевого игрока коллектива ВП вырубают. Миху, наверное, лично для меня по-прежнему остается самым сильным. Из ВП сейчас. Ну, в плане именно личного скилла. Не в плане, ясное дело, опыта. Нео, Паша, Бицепс здесь на пару голов выше. Но, тем не менее, вот когда его взяли из Кингвин, я даже был не то, что прям расстроен, но приободрен, может быть, даже за ВП. Это все-таки было еще то самое начало решафлов, когда Таза на Миху поменяли. Ну и вот оказалось, что Таза Кингвин поднял, а Миху ВП, ну так, приподнял чуть-чуть. Перси на краешке, на краешке голову. А, ну вот сейчас замечает. Как бы, я не знаю, то есть обыгрывали, обыгрывали, не обыграли. Где-то, где-то ВП такое чувство не хватает просто дотянуть, скажем так, вот свою мысль. То есть, окей, мы хотим отыграть против оппонента в окне. Ну, давайте аккуратненько пройдем, а потом все равно подставляемся. Окей, мы хотим зачистить парня в коннекторе, смотрим на него с ВП, а потом все равно подставляемся. И вот это непонятно, лично мне. Морелс пытается, как я понимаю, унести АВИК, но нет, ему это тоже не дают. 4-0. И пока все для Спраут. Абсолютный полуин для Спраут продолжается. Ну, вот лично меня радует, как зрителя, больше всего, что у нас сегодня большой день. То есть, у нас сегодня примерно 9 или, может быть, даже 10 часов эфира. Мы сегодня с вами смотрим 3 Best of 3 на этом канале. Напомню, это и Спраут Виртуз Про. Позже это и 3D Max, и Space Soldiers. И заключительное, Imperial против Tempo Storm. Это, кстати, будет главный матч дня на GGB Shuffle. Просто по той причине, что Tempo Storm и Imperial уже решат, а кто из них попадет таки в плей-офф. То есть, из группы B осталось только 2 команды, и вот кто-то из них точно уже присоединится к LDL-Z. Энса, Оптик, Гамбит и G2. Окей, поехали. Следующий раунд. Справ, в принципе, пытаются все-таки выйти по АДА, но бомба уже остается только лишь на КТ, и, в общем-то, разве что Миху с P250, а теперь уже из Калаша радует. О, мой бог, Миху! А было бы неплохо, но фавны перестрелять не получилось. И вот сейчас с Нэйча 1 в 2. Минута времени, куча-куча-куча секунд. Он имеет инфу по фавну, но она ему вообще не помогает. И вот это снова интересный момент. Казалось бы, убили тиммейта на КТ, и он не ждал, что с КТ его задавят. Хорошо. Хорошо. Есть, в принципе, у ВП снова бай. Благо, опять же, как не на первой карте, они играют за сторону, которая с экономикой чуть попроще. И вот мы помним, что ВП, например, на трене отдали огромное количество раундов именно на пистолетках, на экономиях. И они делали ресет экономики, они форсили. Тоже это был такой себе форсбай, на котором их вообще рубили без вариантов. И вот поэтому сейчас у ВП, по крайней мере, девайсов будет побольше, они будут почаще. И, ну, они даже будут получше. Все-таки АК-47 штука поприятнее. И вот снова попытка занять центр. Снэйчи проглядывает коннектор. В этот раз справа коннектор отпускает. В этот раз вообще справа даже на Зигу не открываются. У ВП есть игрок в андеграунде. Это Паша, он, кстати, закрывает сейчас ХЕ-шкам возможные позиции. Но Деннис атак на 9 хп пробил, не страшно. Что и справа, контр-энсация. То есть пытаются пикнуть центр. В частности, пикает там Перси. Перси горит. Перси не прогоняют. Перси сидит на подсадке. А можно Перси показать, потому что он там вообще что-то страшное делает. Да, вот. Просто посмотрите на это. Это же вообще жесть. Как же он нагло играет. Это Перси, ой, мой бог. Это что-то вообще, ребят, на чуть-чуть. Перси. Он еще и пацанушка идет дальше, он спиной подставляется. И тут еще и вырубает его тиммейта. Спиди погиб. Нормально. Заходим на точку Б. Натаса успевает перетянуться на кухню. Сейчас, возможно, оттуда отстреляется. Выходит уже Ихмейн. А тут уже его ждут. И перестрелять даже Нео не получается. Тем не менее, Снэйчи закрыл Ната. Остается красный Деннис Фавн, который очень медленно подкрадывается со спины. И вот пока Фавна не будет, Деннису не надо погибать, а Фавн будет очень нескоро. Ну, то есть ему еще прям идти, идти на шифте этом. А ясное дело, бежать нет смысла, спалят. И еще и Денниса забрали. Ну, все. Фавн, наверное, даже лучше сейвить. ВП берут, таки, свой первый поинт. Но исключительно, мне кажется, на суперагрессии от Перси. Ладно, первый-то забрал. Ну, ушел бы, нет. Он попытался под флешку залететь. В итоге его запушили уже за это время. Как-то очень самонадеянно. Но я понимаю, что самонадеянность сейчас у Спраут и самоуверенность у Спраут сейчас будет. Они только что выиграли разгромно Трейн. Они продолжают разгромно выигрывать пока что Мираж. И это дает огромную плюс мораль. И во многом это вас даже подставляет. Ну, в том плане, вы начинаете слишком себя сильно верить. И на этом ВП могут попытаться выехать, если, ясное дело, они приложат достаточное количество усилий. Ну что ж. Ясное дело, у Спраут сейчас бай есть. Разве что у Спиди почему-то Дигл. Неужели денег не хватило? Казалось бы, девайс даже сейвили. Но, вероятно, я что-то не знаю об экономике Спраут. Вероятно, она слишком плоха. Тут провальная флешка залетела на центр. По итогу все равно на центр ребята выходят. Там есть в коннекторе Деннис на окне Аперсии. И даже пытался снайпер отстреляться с Зиги. Но как-то Спраут все равно центру не удается удержать. И они разве что показали здесь. Хотя Деннис решил пропушить в смаке коннектор. И в итоге находит Пашу. Просто потому что находит. ВП продолжает свой выход далее. Ну и Деннис, кстати, по-прежнему еще в коннекторе. Может быть залетит сейчас. Давайте посмотрим. Деннис ждет саму же инициативы соперника. И в итоге дожидается ее. Спасибо, Миху. Ну что? Выпустить вот так вот на АИМ. Самого главного бомбардира ВП. Это неплохой вариант. Тем более еще и выход основной следует под Б. А Миху сейчас будет отрезать перетяжку. И при том отрезать ему там есть что. Спиди единственный здесь опорник с Дезерт Иглом. И вот сейчас пока по нему вообще нет никакой инфы. Давайте посмотрим, проверим. Геворелс его. Проверяет. Великолепно. Теперь только накохнем Перси. Но опять же ненадолго. И нато Сафикс дожидается перетяжки Миху. Умный нато. Понимал, что в принципе оппонент здесь и будет находиться. И никуда отсюда не уйдет. Но вот, к сожалению, сейчас вот со Снэча проиграл дуэль. Снова последний фабанг. И нет, уже не последний. Уже тоже мертвый. ВП берут еще один поинт. Примечательно, примечательно. Напомню, что сейчас мы играем пик коллектива Спраут. И заключительным у нас должен быть Даст. Поэтому тот факт, что ВП здесь показывают в принципе... Он неплохие стратегии. Он тоже... Он тоже радует. В принципе, ясное дело, на Мираже умеют играть все. Но вот конкретно ВП тут не супер бомбическая стата. Да и вообще вот я за последний матч там не так сильно припомню ВП на Мираже. ВП у меня обычно с другими картами ассоциируется. Но польский Мираж тоже есть. Он жив. Пять юспов от Спраут теперь. Помним, когда у ВП было пять глаков, они дали минус три. Но это была атака, и это был залет на Линсковров. Вот сейчас у Спраут, ну, в принципе, более или менее расстановочка дефолтная. Да, игрок на зиге, да, игрок в окне. И, как я понимаю, жесткое укрепление. Может быть, даже, да, тройная башенка на А. А по итогу эта башенка найдет свою цель. Возможно, там с Пашей Бицепсом у них будет встреча. Ну, и заход на Б, где, кстати, у Спраут как раз-таки никого не присутствует. Вот-вот, вот о чем я говорил. Паша Бицепс показался в коннекторе и встретил ураганный огонь юспов. Притом эти юспы его вообще забрали без каких-либо проблем. Но вот тут уже начинается перетяжечка. И на перетяжечке только юспы начали двигаться, побежали за девайсом. Их и ловят. Перси вообще двойное убийство. А где девайс? Слушайте, а где девайс Паши? Ну, вон же Калаш валяется. Серьезно, три юспа пробежали мимо Калаша и не подобрали его. Интересно получилось. Да, ну Миха по-прежнему хорош. С этим мы не спорим. У него и на трейне были более или менее КД. От Паши, кстати, по-прежнему ноль фрагов, что интересно. Как-то вот, как-то не очень. Ну, ладно, посмотрим. Подождем. Спиди пока тоже не сильно радует, но, опять же, у опорника точки Б такое бывает. То есть, это опорник точки Б. Извините, но к нему могут не ходить. А могут и ходить на слишком больших количествах. Но, в частности, сейчас уже раунд начинается с того, что попытки выпустить Миху одного на центр, с Маки, она, в общем-то, эта попытка пресекается. Далее еще до контакта игроки ВП заходят под А. Но вот здесь у Мороза случается просветление, и он дает два минуса. Далее после этого погибает от НАТО. И спину, кстати, сейчас уже коллектив ВП начинает давить Деннис. Еще из центра не перетянулся Паша. Нужно ставить бомбу, но боязно, но страшно. Как бы тебя за этот момент не прибили. Время сейчас выгодно для Спраут, потому что успеет подойти Деннис с ковров. И вообще, позиция с ковров при ретейке точки А – это имба. Это откровенная имба. Позиция на ковров супердорогая, ее все стремятся занять. Ну, давайте, наверное, на Денниса поглядывать. Он сейчас должен давать халявный минус, как минимум один. Ну, неуверенный зажим, тем не менее, минусы, правда, дал. Теперь уже Паша на центре. Теперь уже Нео на скате. Что покажут, что расскажут. Просто дают смоки на бомбу. Нужно дикузить. Пашу закрыли, Нео закрыли. Да, не получилось. Самые такие старые и опытные игроки коллектива ВПМ по итогу бомбу не смогли задефать. Ну, и Спраут выводит ВПМ на рецепт. 1400 тебя получают. Благо, это атака. Благо, ставили бомбу. Благо, делали фраги. Благо, не погибали. И вот поэтому сейчас БА есть. И даже лишние деньги там у Моралза останутся. Плюс 2-3 тысячи у них у Снэча, у Паши не успел заметить. То есть у Паши, кстати, по-прежнему 0 фрагов, если что. Вот интересно, когда уже наконец-таки случится тот шанс, возможность Паши хоть кого-нибудь убить. Вылетает пока в супер адресивный выпад. Там никого не находит. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Интересно, что Спраут снова играет там 2 коннекта примерно. Да, там даже еще и третий игрок снова на Зигу вылетает. То есть Спраут постоянно это стали делать уже. Правда, там на вот этом среднем тайминге на минуте 30 под флешку залетает на центр. Ждут уже, что ВП этот центр заняли и немного расслабились. И вот на этом пытаются оппонента порубить. Ну, в принципе, один раз вышло. Далее сейчас уже не выходит, потому что ВП просто нет на центре. И вот один Миху на А дает, вероятно, подумать, что это мог бы быть А. Но вот сейчас уже все понимают. Это Б, ясное дело. Спите здесь, как опорник, выбивает бомбкерри. Бомбкерри идет первый, конечно же. Все, теперь уже карт-бланш. Персием вырубает еще и снэтчи. Ребята не уверенно как-то вот в этих апсах стоят. В смоках потерялись, пытаются переаимить. Ну и давайте смотреть. Бомбу вообще... Ой, они бомбу уже уносят. Надо уходить в Андер. А вас там будет ждать, ну, либо Фавна, либо еще кто. Кстати, в Андер не пошли, что интересно. Решает уйти через Т-спаун. Фавна это все дело слышит. Замечательно. Единственная, наверное, надежда сейчас ВП, это имбалансная позиция Миху. Можно Миху к телефону. Миху стоит прямо на КТ. И вот по нему нет инфы. Миху тащи. Хотя, подождите, Дэнни. Нормально, он его чекал. То есть это как минимум... Ну, это как минимум был шанс для коллектива Спраут. Правда, Миху, правда, показывает чудеса основы АИМа. Главное, чтобы его тоже снова тянул и не убил. Миху еще из педи закрывает. По итогу это уже для него крайное убийство. И Фавн, последний со ската, кажется, без вариантов. Хотя по нему тоже инфы не достает. Да, это позволяет Фавну забрать первого. Ну, вот у него нет инфы по оппоненту слева. Слева. Ну, Нео. Да ладно, на нож мог уже садить. Что вот это вот такое? Четвертый поинт для ВП, друзья. И в атаке пока все выглядит нормально. Учитывая, что Спраут все-таки проиграли у нас... Вернее, выиграли на пистолетную серию. То по девайсу нам у нас более или менее... Ну, то есть по счету после пистолетки это уже 4-3 даже в пользу ВП. Как-то Нео так доводил долго, прям вот не знаю. Прямо долго доводил. И, кстати, тайм-аут ставится. Время призадуматься. Время, наверное, Спраут решить, а вообще как хотят ли они на третью или не хотят. У нас сегодня вообще очень интересный момент. По расписанию в 17.00 должен начаться матч 3D Max Space Soldiers. Сейчас уже половина пятого. То есть в 5 3D Max и Space Soldiers. И вот сейчас такой вот интересный вопрос вообще, а как? А вот что, как оно произойдет? Я до конца не уверен, но, возможно, вообще там 3D Max, Space Soldiers сегодня... Я даже не знаю, будут ли играть вообще, потому что просто у Space Soldiers позже матч на ESL. И вот ситуация складывается не совсем приятно. У нас уже были вот эти вот небольшие смены расписания из ESL. То есть вот так же Ego Sprout не смогли сыграть, потому что, кажется, Ego Mail матч с Виндиго. И я надеюсь, все получится хорошо. Я надеюсь, все совсем успеют. Но вообще в угоду расписанию, в угоду расписанию, как было бы идеально для расписания, ВП тут так-то за две карты должны закончить. Но мы верим. Мы верим и надеемся, что все будет не так. Опять же, я отмечал уже, что на Дасте ВП смотрится вкуснее. ВП на Дасте смотрится намного интереснее. Ну и у нас вообще ПАДА последовал, где, собственно, уже вырубили троих. Спиди, Перси всего лишь попытка перетянуться на КТ. Они уже опаздывают, они уже запаздывают. Нео идет их вырубать. Давайте посмотрим на им Нео. Нормально. Хорош. Как я понимаю, у него проблемы только с вертикальной наводкой. Горизонтальной наводкой. С вертикальной наводкой у него все нормально. Как бы. Да. По горизонталке есть небольшие вопросы. Ну и по итогу ВП буквально сравнивают счет. Сейчас у Справа будет Эко. До этого, как я понимаю, они пытались выровнять свою экономику. Но все равно не выровняли, потому что у Спиди там 6000. И вот сейчас ВП должны приводить все это к счету 6-6. У Справа только 1 по 250. Деннис его покупает. Деннис, кстати, такой главная звездочка всего трейна был. На трейне очень хорошие показатели. Выявил. Поубивал много, особенно на старте. Ну и Виртус Про по-прежнему аккуратно, по-прежнему спокойно заходит на центр. Под раскид. Все, в принципе, дефолтненько. Сейчас Справа, ясное дело, без девайсов, без гранат не пытаются им в этом помешать. Они снова готовят тройную подсадку на точке А. Но снова не угадывают с этой подсадкой, потому что весь выход следует на Б. И башня-то падает. Вот, в общем-то, приходится бежать, что-то искать. А может быть, лучше даже и закрыться. Может быть, лучше дождаться игроков ВП в своих позициях. Потому что ВП не применут прийти, подфармить. Да, нет фармганов. Но где-то в пользу своей уверенности, где-то в пользу своей морали, я думаю, на месте ВП стоило бы просто пойти и подфармить немного. Помним, трейм был развальный, провальный. И забрать пару немецких датских голов можно. Вот, тем более, лишний раз продемонстрировал свой замечательный АИМ. Вот, Нео, в частности, одну голову поставил. Вторая пуля, как я понимаю, ушла в плечо. И Фавна остался жив. Или она попала прострелом через текстурку. Тут уже неясно, тут не разберешься. Кстати, моликом Фавна не выжигают. Что самое интересное, закинули его немного правее. Фавна все-таки там на КТ смог развернуться. И бомба взрывается. Деннис и Фавна не дожмут. ВП сравнивают счет. И мы выходим на 13-й раунд. ВП, что самое приятное, еще и полностью экономику сейвят. Бог мой, еще раз чуть-чуть не убили Миху. Если мне память не изменяет, уже все-таки было такое. Там то ли Нео Миху убил, то ли Миху Нео убил. Но вот ВП стоит, наверное, остановиться с тимкилом. Потому что тогда это имело вполне себе серьезное значение. Снова коэффициенты от нашего партнера сайта G-Bet. Опять же, они постоянно, я думаю, будут меняться в лайве. И вот при счете 6-6 многие вновь могут поверить в ВП. Так ли это? Готовы ли вы повернуться? Я думаю, этот раунд расставит все точки над И. Вот этот раунд будет такой лакмусовой бумажкой. Здесь мы поймем, ВП готовы сейчас к камбэку или нет. Пока готовится к раскиду точки А. Раскид уже пошел. Но здесь есть как минимум 2 упорные позиции. Да, Дэнис горит, но есть смок. Это без вариантов, это без вопросов. И ВП будут сейчас просто лоб в лоб стреляться. Вышли уже 3 игрока со ската. Снечи моментально вырубили с ковром. Пытаются выкурить фавну, но не получается. Как минимум закрыли сэндвич. Это уже приятно. То есть ВП размены равные делают и даже уже выгодные для себя. Закрыли еще и перси. Неплохо. Просто справа здесь немного не хватило. И все. И спиди и нато, оставшись вдвоем, при двукратном преимуществе оппонента, должны, наверное, отступать. Кстати, еще удается Пашу закрыть, что самое интересное, под Б. Ну и ВП в догоню. В догонку. В погоню должны выезжать. Не дать отсевить девайсы для обороны, это, наверное, самое лучшее сейчас. До бомбы уже никто не доберется. Спиди, нато вдвоем. У нато еще и ХП нет. Если ХЕ, нет ХЕ, к сожалению, нет от ВП. Прокинуть не получится там какую-то такую позицию. Ну и, как я понимаю, Нео будет работать не в соло. Да, может быть, Морелс подключится. Миху в этом участвовать отказывается. Миху не хочет погибать лишний раз. Ну и бомба взрывается буквально пару мгновений. И Нео все-таки вырубает спиди. Но это размен. И вот нато уже не задавить. То есть, если сам он не откроется, нато не задавить. Седьмой поинт для ВП. Можно сказать, что Мишки все, проснулись. Мишки готовы к камбэку. Мишки готовы сейчас показывать свою хорошую игру. Это замечательно. Спраут, в свою очередь, с одним зацепленным ВП. Сейчас снова нужно экономить. Увидим ли что-нибудь. Интересно, увидим ли переворот на приятном, богатом, экономическом бае. Посмотрим. Нужны энтри от НАТО. НАТО, несмотря на 12 фрагов за Мираж, не выглядит прям супер каким-то крутым. Да, там были первые раунды, когда ВП ошибались. И там НАТО их подфармил. Но вот не более того. То есть, сейчас, когда ВП взяли за голову, НАТО не убивает толком. Ну и вот сейчас, с окна уже не найдя минус, он уходит под Б. Кстати, ВП туда, возможно, и стремятся. Паша один на центре. У Паши, кстати-таки, был один минус. Обратите внимание, 1-11 уже не так страшно. Уже, по крайней мере, не голый счет. Но, тем не менее, под Б не удается ВП вот так вот просто выйти. Уже забрали НЕО. Там еще НАТО жив. Еще из Дигла отстреливается в спиде. Прокалил серьезно Морелза. Нужны разки дополнительные. И вот тут уже начинается остановка ВП. Снэчи здесь один. Его еще и прошивают. Он вообще с ВП. А как дальше выходить, не ясно. Его уже банально идут давить. То есть, его банально сейчас идут давить массой. Потому что игроков коллектива справа живых больше. Паша Бицепс последний. Ну что? Нужно квадро. Кто ты, Паша Бицепс? Чего ты хочешь делать квадро? Не получается. 7-7, друзья. Счет равный. 8-7 будет закончено. Это первая половина. И в чью пользу. Благо у Virtus.pro остается экономика. Но вот как мы видим здесь, наткнувшись на НАТО, выйти, правда, не выходит. Ну, берем свои слова назад. Я лично беру свои слова назад. Нет, НАТО по-прежнему хорош. Ему просто нужно было оказаться там, где требовали обстоятельства. Вот последовал выход на АБ. Он стоял там на машине. И получается вот этот вот первый напор, первую волну нападения. ВП я остановил. Далее ВП немножко занервничали. Запаниковали его, оставшись опять же там по партах. Ладно, здесь у нас вообще поджим от Перси готовится. И Снэчи в скопе. Ой, 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 ой. Вот как же разыграют этот момент. Там Перси по-прежнему сидит. Все, он забрал Снэч. Далее пытается пушить. У него еще и Миху удается задавить. И Нео, и Морелс, и Паша остаются втроем. И центр уже все отдали. Еще и Нео в соло открылся с ковров, не дождавшись тиммейтов. Да, он, ясное дело, пытался как-то, ну, вот, вскрыть для бомбы плент. Но, опять же, Паша ходит не знамо где. Паша ходит под Б. Вероятно, раз Нео не удается вскрыть плент А, то Паша должен вскрыть плент Б. И он там со Спиди, как я понимаю, стреляется. Паша со Спиди. Ладно, Спиди. Спиди оказался сильнее. Морелс один. Ну, восьмой плент получается для Спраут. То есть, ВП показали неплохую серию. Можно тап, пожалуйста, открыть. Они показали серию из шести, насколько я помню. Нет, нет, там был один раунд от коллектива Спраут. Да, получается, разрезали так вот большую серию для них напополам. Но, по большому счету, это не было таким прям знаменателем моментом. И ВП, можно сказать, даже заподряд все свои три раунда взяли. Это неплохой результат. Ну, и, кстати, это еще и даже не конец. Тут Морелс продолжает стрелять. Но у него 12 хп, 25 секунд. И сейчас Джангл он не переиграет. Ну, просто не переиграет. Как бы он это сделал, я даже не знаю. Первая половина закончена. Она без сомнения... Повтор еще показывает, кстати, от Форелза. Да. Такие вот моменты. Моменты, они заслуживают внимания. Ну, так вот. В отличие от Рейна, этот Мираж является куда как более показателем для ВП. И они показывают, что правда... Ну, вот где-то, может, не разыгрались. Где-то, может, не проснулись. Где-то, может, в начале не хватило пистолетки. Сейчас Мираж и уже равная игра. Это то уже, о чем нам говорили, коэффициенты. Будем верить, что также и вторая половина Миража пройдет интересно. И с переворотами, с интересными стратегиями. Но пока 10 секунд. Рекламная пауза. Никуда не уходите. Друзья, возвращаемся. И, собственно, опять же к нашему диалогу. Сейчас какая была атака от ВП, вот интересно, если так подумать. Атака от ВП, опять же, основывалась на изначальное занятие центра. Да, был один раунд, когда они под Раскетт зашли по да. Но я бы сказал, что там были некоторые ошибки от Спраут. В частности, перетяжка не совсем приятная. Тайминг поймала. И игрок на сэндвиче заснул. Тот игрок на сэндвиче, которому вначале прокинули молик. Он его закрыл смоками. Не помню, кто там был. Но его совсем не хватило. Его очень легко закрыли. Соответственно, один раунд от ВП на А. Где-то два раунда от ВП. Даже один, наверное, раунд от ВП на Б, когда они просто зашли, раскидали. И, получается, все остальные это занятия центра. И решение в мидгейме. Выдемли мы под Б с плитом. Что, кстати, чаще, нежели выход под А. Потому что под Б у них получилось с центра выходить. А вот под А коннектор не проходил. Один раз даже, кстати, ВП остановили. А, да, ВП, вот помню, еще остановили на эко-байе с одним ВП. Одна-то с аффиксом. Тоже такой переворотный момент. У нас уже, кстати, здесь пистолетка вовсю. Воу. Ага. Ну вот. Рассуждали мы с вами о стратегиях, которые ВП показывали. И пистолетка-то пролетела супербыстро. Ну что же, можно сказать. Возможно. Возможно, возможно, возможно. Бомба была от Спраута, что самое интересное. То есть, как я понимаю, просто отдача. Да, скорее всего, была отдача. Была отдача точки А. Далее ребята просто не успели на ретейк. Проиграли перестрелки. Спраут сейчас на кучу формилок. Кстати, не видно, что покупали бы огромное количество МП-пятых. Я думаю, еще сами игроки не привыкли. Ясное дело, не хочется в официальном матче играть на штуке, которую ввели в рейтинг вчера ночью. Итак, куча игроков идет к Зиге. А тут Паша. И не было. Не было фрага с Девса. Как-то и не грустно. Далее уже остальные игроков просто вырубают без вариантов. И мне показалось, ВП не особо сильно закупались на этот раунд. Можно, пожалуйста, экономику ВП? Сэкономили ли они? Да, не сэкономили. Друзья, обратите внимание. ВП поступили грамотно, с моей точки зрения. Понимая, что оппонент пока все-таки сильнее. Они играют на экономику. Это был легкий форсированный бай. И здесь огромное количество денег было оставлено ради 19-го. Сейчас будет сыграно еще, скорее всего, одна голая эко. Нео снова показывает великолепную игру со своего П-250, но под самое окончание раунда. И жалко, АК-47 не удается утащить. Он побоялся, что Зиге его убьют. Ну и, в общем-то, решил хотя бы броню засейвить. От Нео народная мудрость. Лучше синиться в руке, нежели журавль в небе. Сейчас продемонстрировано. Ну и сейчас главное, чтобы он еще и не погиб. Он еще и не погибает. Это просто великолепно. Ну ладно, ладно, что вы, что вы. Со всеми бывает. Тут как бы погнался за своей мечтой. Так вот, Virtus.pro. Не нужно закупаться. Да, буквально на флешке этого достаточно. Спраут оставляет лишь одну формилку для NataSuffix. На трене, когда NataSuffix с Юмпом играл против ЭК-оппонента. Перед покупкой ЭК-оппонента сделал квадрокилл. И, собственно, этот авик купил вообще без вариантов. Здесь вот интересно, будут ли деньги на этот авик. Nata вообще соло под бест открывает. Но тут только Паша. Четыре игрока находятся на противоположной точке. И Паша становится шестью... В общем, 600 долларов дарит Паше Nata. Далее уже Nata может прогуляться и пода. Здесь только три игрока под коврами. Но, как я понимаю, их решают скушать остальные игроки. Спраут. Кстати, вот сейчас Денис отказался. Бомба уже бежит под Б. Денис еще боится, а не продавил ли кто-то скат. В принципе, инфы по скату не было. Поэтому оттуда кто-то может выйти на ковры. И вот он Nata. Еще 600 долларов. И еще 600 долларов. Ну не, ну перезарядись. Да зачем? Никогда не понимал таких ситуаций. Ну, кто мешает перезарядиться, не ясно. Как бы даже если бы убил. Но разница в 300 долларов, это тоже деньги. Но вот как бы и Nata, по сути говоря, в любом случае бы не хватало. Покупается. А вот и вообще Перси. Что интересно. Я удивлен. Мне казалось, что Перси не... Ну ладно, может быть у него там что-то хорошо по... Давайте посмотрим на Перси. Перси нам показывает. Он по спауну как бы лучше. Вылетает. Ага, никого не находит. И АВП отдаст ли? Возможно нет. Тут уже просто очень быстро ребята из коллектива справа проходят на центр. Уже занимает коннектор. И вот возможно такая быстрая стратегия ударяет по ним самим. Зря, зря тропились. Перси по итогу уже берет профильный девайс АК. Остается ситуация 2 в 2. Что самое интересное. Испиди Перси кивили до этого. Снэч каким-то образом не ясно вообще как промахивается. Возможно он в этот момент сделал шажок влево. Испиди дорабатывает экипажу. По итогу переворот от ВП не получился. Несмотря на тот факт, что справа как бы подарили им раунд. Казалось бы. Очень быстро пробежались по центру. Где-то очень нагло. Но ВП не готовы наказывать. ВП не способны наказывать все те же 7 поинтов, которые они взяли в первой половине. Больше пока ну не получается забрать. Сейчас у нас буквально легкий эко. Без броников. Ну разве что Паша. Паша по-прежнему только 2 минуса кстати. Интересно правда, что такое отставание. Ну то есть имейты уже там по 14 минусов сделали. По 11. Нео, Морел, Смиху. Они даже больше имеют нежели Спиди, нежели Фавн. Но как-то видимо Паша сегодня не проснулся. Не знаю. Нет сил может. Напомню, друзья. Дорогие, матч этот играется в группе Ди на вылет. С коллективом Спраут. Далее выживший, победивший отправится в финал нижней сетки. И как всегда у нас в группе только одна команда попадет в плей-офф. И уже из плей-оффа только одна команда полетит на Intel Extreme Masters Chicago. Вторая команда за второе место кстати получает 2,5 тысячи долларов. Там еще призовой есть небольшой. Как такой утешительный приз. Ну, кстати, 2,5 тысячи долларов. Не слабый такой утешительный приз. Давайте посмотрим на агрессию от коллектива ВП. Вот уже Нео. Залетает с 20-кой на скат. И неплохо ведь. И Спраут снова коннектор. Просто таки давят. Просто бегут с ножами. Я, ну, не знаю, что это. Спраут такое чувство прощают. Ну, правда, зачем так играть? С ножами, выбегать из смоков, прыжки. Здесь Спраут просто откровенно говоря слишком сильно наглеет. И счет позволяет им, казалось бы. И преимущество в одну карту позволяет им, казалось бы. Но ВП, ВП это может подарить шанс. Снэйчик где-то сейчас разогнался. В предыдущем раунде не попало. Сейчас такие аккуратные и красивые флики показал по бегущим на него, не знаю, мишеням. Ну, и вот Ната с Аффикс, он как бы не хочет сливаться, но заставляет. Заставляет обстоятельства. Интересно, а у Нео была ли возможность раньше забрать Ната с Аффикса до того, как он убил Снэча? Интересный вопрос. Нео, Нео. Мы сейчас уже, как я понимаю, не узнаем. Тут нам показывают, как Нео через огонек аккуратненько разобрал с оппонентом. Красивые, аккуратные флики от Снэчи. Раз и два. Ну, в общем-то, Снэчей, правда, хорош. Снэчей приятное дополнение к ВП из ЭГУ. Я уже говорил, что я считаю, что, в принципе, Шпера для ЭГУ даже лучше, но это такое. Итак, поехали в следующий, 22-й. Выход от Спраут более медленный. В этот раз через надграунд. В этот раз Снайпер на Аффикс за ящиками играет аккуратнее. Ну и, кстати, Миху вообще находится на ладре. За счет этой замечательной позиции у него удается... Все, и с Деннисом первым разобраться. Снова Спраут как-то неаккуратно. Снова Спраут слишком быстрый. Ну, то есть не прочекали ничего, ни гранат не кинули. Ну, просто. То есть, а, давайте побежим. Может быть, стоит это делать тогда просто подроски в точке А, подроски в точке Б. Ну, то есть не центра занимать тогда. Потому что с центра куча возможностей, куча вариантов, как ВП могут закрыть Спраут. Раскиньте вы точку А или даже до контакта выйдите. У вас будет вариантов, наверное, побольше. По итогу, так Спраут могут еще один поинт отдать. Давайте посмотрим, например, на Нео. С НАТО он замечает раньше тень, но он тоже боится погибнуть. И поэтому не продолжает стрелять. Ясное дело, ДПС в секунду. Именно в секунду, когда АВИК стреляет. У АВИКа побольше. Так, Фаун. Вскрыл Морелза. Все-таки коннектор отдали сейчас ВП. Еще есть размен. Снэйчи забирают. Ну и вот тут Нео. Но, да, как-то на этом сэндвиче все сегодня ссыпают, когда оказываются. По итогу ситуация более-менее равная. Живщему миру Паша Бицепс дает таки свой четвертый минус уже за этот Мираж. И остается только один НАТО. И НАТО еще и не с профильным девайсом. Бомбу он, может быть, и поставит. Но вот, кстати, побаивается еще, что могут сдавить с КТ. Но на КТ никого нет. ХЕшка пошла. НАТО пробило наполовину примерно ХП. На ХП так 40. Ну и информации, кстати, нет по НАТО. Сейчас все думают, что он за Искрой. А он не за Искрой. Но вот теперь он уже открылся. И тут АИМИ. Самое главное АИМИ. Самое главное попадать. Но его должны даблпиком обходить. С разных сторон прострелами забирать. Вот так вот в спинку. Да, 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 да. Дожали. Так вот, когда произойдет... Такая небольшая пауза от справок. Мне просто интересно. Потому что, откровенно говоря, и этот раунд они отдали. Из-за излишней торопливости. Было энтри по Деннису. Абсолютно ненужное в окне. То есть они просто играли, можно сказать, у дурачка. Что ВП не займут ладер. Но Миху там был. Миху вполне себе своевременно там оказался. И, в общем-то, туда даже не посмотрел, как я понимаю, Деннис. Он просто надеялся, что авось. Но авось обычно срабатывает у коллективов из СНГ. Никак не у коллективов из Германии и из Дании. Ну и поэтому... Поэтому сейчас Спраут стоит, и правда, чуть-чуть призануться. Вот, например, в этот раз отправляют Перси с ЦЗшкой шуметь, гулять. Настоящий гулять под Б, да. Он не теряет вся внимание, но погибает. То есть он ничем не заканчивается для коллектива. Спраут, единственное, что он позволяет, это в некоторый момент отвернуться от старта, отвернуться от центра. Но, опять же, коннектор пройти уже задача труднее. Миху еще закрывает следующего. По итогу снова Спраут по-прежнему бегут. Ну, то есть задумка ясна. У нас будет игрок с ЦЗ под БМ. На него все стянутся. На него начнут стягиваться. Я не знаю, какое-то внимание на него будет. В любом случае отвлекутся от центра. Мы центр легко займем. Нас на центре не остановят. Пробежимся через коннектор и всех поубиваем на точке А. Но я видел только от одной команды последовательную реализацию таких раундов. То есть чтобы раунд за раундом это получалось. А давайте пробежимся и сходу всех будем убивать. Это коллектив Вега-Сквадрон. Вот у Вега-Сквадрон такое выходит. Когда там краш несется, всех рубит. Вот это работает. Я не знаю, как оно работает. Просто бывает такое, когда Вега там уже серию раундов подряд берут. И вот у них все. Поехало. Пошло. На данном турнире на GGB Shuffle такое показывал коллектив TempoStorm. Но коллектив TempoStorm это микс. Отмечу, это микс. И команда не играет стратегиями. Команда играет на АИМ. Ну и вот, собственно, все. А Спраут это обычно все-таки команда. И вот уже новый раунд и уже с деглами. И уже один игрок Сандра, один игрок под Б. Трое пытаются вынести бомбу пода. Но вот снова Деннис открылся. Неудачно. Здесь Перси нашли. Неудачно. Спиди на 9 хп. Закрыли также. Нато с Аффикс бомбой. Далее бомбу поставить ему не дадут. ВП в шаге от того, чтобы счет сравнять. Для этого им нужно взять только лишь следующий раунд. Далее у Спраут вероятно будет Эко. Ну и счет 13-13. На второй решающей карте. Это интересно. Время, кстати, друзья, без 10-5. Для тех зрителей, которые пришли на матч Space Soldiers и 3D Max. Опять же отмечу, что мы пока смотрим еще предыдущую встречу. Ну и... Да, да. Как я вот вижу на сайте HLTV, по-прежнему 17-0-0. 3D Max, Space Soldiers. То есть пока это никуда не уходит. Ладно, давайте посмотрим. Вдруг у Спраут сейчас произойдет прозрение. Пытались выйти Сандра, но нет. Здесь Миху находился на подсадке. Весь этот выход, откровенно говоря, зашил по головам. То есть здесь, казалось бы, Спраут уже даже пытались. Спраут уже, казалось бы, даже аккуратно под флешки, под смоки пытались занять центр. Но в этот раз ВП им просто банально не дали. Позиция на подсадке не чекалась, как я понимаю. Или чекалась, но не перестреливалась. Ну и по итогу трое оставшихся игроков ВП. Миху продавил. У Миху вообще какой там КД? Да, 22 на 15. Ну, нормально. Включается. Включается на максимал. Миха еще раз. Минус Перси. Ну и что, на Эйс идем? Конечно же, Миху идет сейчас на Эйс. На Цаффикс. Со своей улыбчивой аватаркой понимает, откуда может прийти Миху. Ну и накинет ли кто-то Миху флешку. Сам Миху может накинуть себе флешку. Или может выйти аккуратно. Чуть подождет, кстати. Миху. Спина. Все, спина. Тут Миху, спина. Да. Это Эйс от Миху Браво. Он тащит раунд для своего коллектива. Говорит, нужно АВП. Ему говорят, не нужно АВП. Паша Бицепс не хочет пока играть с АВП. Ну и, в общем-то... Да, тайм-аут. Это нужно было делать еще раунды два назад. Если справа, конечно, не рофлили, где-то не шутили над своим соперником. Но это официальные матчи. И здесь должно быть максимально серьезное настроение у коллективов. У нас не обязательно. Мы можем где-то нам пошутить, где-то можем посмеяться. Но вот команды все-таки играют за деньги, за славу, за путевку на Intel Extreme Masters. Поэтому максимальная, пожалуйста, концентрация. Так вот, друзья. Еще раз напомним вам. Может быть, новые зрители не знают. Может быть, кто-то уже забыл, что вы можете оказаться на нашей трансляции. Вот прямо на этом экране. Прямо на игроках, как правило, если это во время игры. Ну или где-то вот на моей груди, когда, собственно, эфир в студии находится. Так вот, для этого нужно взять Twitter, написать там ваши пожелания, приветы, поздравления. Можете писать все, что угодно. Если это в рамках приличия, наш режиссер выведет вас на экран. Как он вас найдет? Сразу же появляется вопрос. Найдет он вас по хэштегу UCC Studio. Добавляйте его к вашим твитам, и они будут попадать в наш эфир. Поехали далее. Справа отыграют, как я понимаю, ну да, такой бай до 2000. Бай до 2000. Нео снова поджимает скат, кстати, не впервой. То есть, ВП сейчас через Нео стали постоянно это делать. С раунда в раунд мы это видим. Нео собирает таким образом немного информации. Ну и опять же, вот свой вертикальный айм готов, наверное, показывать. Миху ку... Так. Да, это интересный момент, конечно. Такого мы не видим обычно, но вероятно решили, что все прямо там перед скатом находятся. И Миха решил, что да ладно, я их как бы и так убью. Не получилось. Здесь уже излишнее решение наглое от Virtus.pro. Миху в частности. И по итогу есть М3, есть девайс для Денниса. Деннис пока топовая КД в своей команде. И Денниса готов выпускать под Б по ДВП. Снэйчи остановят ли Денниса? Есть... Так, нет. Флэшка нет. То есть придется выходить вот просто так. Пропрыгнули. Но есть хороший флик. Далее Деннис АК боится. Флик уже чуть похуже. Ну и Молик, кстати, Снэйчи выкуривающий. Немного неудачный. Снэйчи спрыгнул. А вот дальше Снэйчи за Пошу по Молику никто не решает. Сюда уже перетягивается Паша. И кажется, все, справа не дадут выйти. Ну то есть только если Перси дождутся. Но нет, Денниса просто прострелом находят. И знают, откуда уже придет Перси. И, соответственно, там его и должны были остановить. Теоретически. Но Перси оказался как-то посерьезнее на Снэйчи. Ну что же, 2 в 1. Перси знает, ну или, по крайней мере, подозревает в Д1. Здесь врубает Пашу. Вот это да. Я не думал, что все дойдет до дуэли 1 на 1, но время. И Нео просто нужно жить. И Перси бомбу не успеет поставить. Не успеет поставить. Он пытается пайковать и не... Чивачта! А разве нельзя было взять другой девайс? То есть у него же вроде была эмочка. СЗшка же долго берется. Неужели у него не было патронов в этой... В этой замечательной винтовке? Калаш, конечно, берется чуть-чуть побыстрее. Но не на таких таймингах. Да, видит ствол, дает фраг. Нам показывают самые занимательные, самые ключевые моменты в этом раунде. Но, собственно, там уже следующий раунд вовсю творится. И вот снова Нео в попытках поджать кат. Да, в этот раз был смог, но удачно. То есть сам над сафикс показался. Как я понимаю, пытались выйти до контакта Спраут. Вот. Если Спраут так дальше продолжит играть этот мираж, они его проиграют. У нас будет третья карта. Ну, то есть Спраут все равно где-то сейчас несерьезный в этой атаке. Мы видели от них атаку вначале получше. Такое чувство и правда их немного... Ну, вот смутила их доминация. И они не знают, что делать с этим преимуществом. А преимущество уже и нет. И вот по итогу попытка с плитом занять центр. Но здесь Неча останавливает. Миху останавливает. Попытка зайти со старта. Да, два игрока с андеграунда. Ну, и вот сейчас попытка уже распетлять меньшинство. Бомба не под их контролем. Нужно вернуться за ней Фавну. Пропустили пока на КТ Денниса. Деннис сейчас агент 007. Деннис сейчас работает в тылах. Деннис Штырлиц. Давайте посмотрим. Морелс. Перестрелял Деннис. Великолепно. Ну, и сейчас есть инфа. Еще и Нео догадывается, где может быть Фавн. Есть фраг от Нео. И значит, снова дуэль. В этот раз чуть побольше времени у Спраут. Но контроль бомбы за Нео. И есть информация для Нео, что тот каленый. То есть буквально одной пулькой. Буквально одной пулькой. Но может не угадать сейчас Нео. И кажется, ловит приятный тайминг. Да, Нео ловит правильный, приятный для себя тайминг. Прекрасно. Позиция на телевизоре была хороша. ВП на один поинт наконец-таки вырываются вперед. Нам показывают повтор. Ну, вот он тот самый Смог. И НАТО, как я понимаю, ну, навряд ли. Навряд ли была видна его снайперская винтовка, его АВП. Я там не успел заметить. Может быть, он просто как бы дефолтную позицию расстреливал. Может быть. Тем не менее, для Спрауд за счет серии поражений есть бай. Да, с Юмпом. Да, практически без гранат, но есть бай. Будут ли они что-то менять? Раскид точки А мне, кажется, мало показывали, ребята, и Спрауд. Но это снова занятие центра. И оно снова неудачное. Мне кажется, в Юпус-про уже начали собаку съедать на этом занятии центра. Ну, и, вероятно, Спрауд просто надеется, что они потом как-то вот эти вот клатч-моменты распетляют. Где-то на опыте хватит сил. Ну, и Паша Бицеп здесь. Одного забрал далее, знает второго. Подключается Миху. Прекрасно. Спрауд просто не дают жизни на центре. Спрауд постоянно, нон-стоп оттуда выгоняют. В спиде нато попытки выйти со скатой уже вдвоем под пару флешек. Ну, Нео все эти флешки доджит. Миха тоже их должен доджить. Слих уже и не осталось. Кстати, Миха здесь не хватило. Интересно, что снова будут дотаскивать до клатч-момента. Да, мне кажется, Нео не даст так просто. Еще и на Нео бегут с ножом, как всегда. Нео на опыте прекрасно. 23 на 17. Видно, что Нео хорош. Правда, Нео нам постоянно показывают. Вот именно на повторах нам его показывают. Нам его постоянно показывают в решающих моментах. Напомню, на трейне Нео был такой небольшой звездочкой в плане того, что он, во-первых, один раунд перевернул на эко. Залетев на ладер с P250. А во-вторых, он огромное количество минусов, правда, давал таких решающих. Опять же, с того же P250. И Нео, наверное, пока самый знаковый игрок у коллектива ВП. Даже более знаковый, нежели Михо. Мне так кажется. Но Михо пока держит свои позиции по КД. Там 26 фрагов у него. Пауза от Спраут и попытка вытянуть на допы. Но мне кажется, навряд ли. Все, Спраут потеряли нить этого миража. Их спасает чудо какое-то. Ну и посмотрим, произойдет ли оно. Но, бай, то у Спраут слабенький. С другой стороны, нужно взять всего лишь два раунда. Всего лишь два. И будет вам дополнительное время. На GGB шафле у нас MR3 из 16 тысяч. Там уже о деньгах не придется думать. Три Галила, один Юм в ЦЗ. И попытка забежать под Б. Возможно. Надеюсь. Я предпринимаюсь. Там Паша бицепс на машине. На центре пока у нас нынче поглядывает на выход. Через Маки. Ну и, кстати, будет ли пытаться. Да, что не стрелял. Ну ладно. Выкуривают Пашу. Все-таки выход по Б последовал под кучу гранат. Там есть еще и Михо. Михо хватает на один минус. Далее живет за Форестом. Михо забирают. Что интересно, главного бомбардира коллектива ПП врубает. Пашу хватает тоже только на один минус. Там уже пошла перетяжка и через андеграунд. И сейчас игроки через Зигу будут приходить. Но бомба стоит. Спраут дарит нам попытку, дарит нам надежду. Морелл с тем временем крадется через кухню. Здесь же и Снэчи. О, Морелл заперехватили неприятно. Теперь только, теперь только два игрока Зиги. И у них, слава богу, есть киты. У них даже есть куча раскида. Может быть, воспользоваться им. Но они боятся брать гранаты в такой ситуации. Потому что как только последуют гранаты, последует эффект на них. И вот сейчас запушить. Пап, ну удается. Но тут же размен от НАТО. Снэчи последние. 10 секунд. И Снэчи нужно как-то диффузить. У него есть киты, он про, и он не фейкует. Но ему не дают такой возможности. 14-15. У нас на второй карте на Мираже будет сыграно все 30 раундов. И вот кто бы мог поверить, что Мираж получится таким жарким. После разгромного трейна 16-3. 16-3 в пользу Спраут. Опять же, друзья, так или иначе, будут ли это допы. Ну или все-таки ВП вот сейчас заберут этот раунд. Мне кажется, ВП вернулись в эту Best of 3. У них есть интересные мувы. У них есть интересные решения. У них есть очень жесткий контроль центра. Но давайте посмотрим на вновь хороший контроль центра. Миху здесь на подсадке. Великолепный минус фаван. Но есть информация, что подсадили. Там должен ждать Паша. Паша и подсаженный игрок. Прекрасно. Подконтролировал его Морелс. Как я понимаю, здесь уже есть инфа по перси. Через Макеи его вырубают. И кажется, с 2 на 4. То есть все, атака снова на центре провалилась. Интересно, что Спраут вроде как в 29-м раунде поняли. Ну все, все, стоит отказаться от центра. Но в 30-м решили, да ладно, давайте снова займем центр. Ну нет. ВП просто не дают. Я не знаю, как это происходит. Но ВП еще ни разу не дали Спраут занять центр после их камбэка. Ну то есть вот когда их камбэк начался. Спиди, НАТО, САФИКС, один со ската, другой с ковров. Тут, наверное, от Спиди первым номером будут работать. Вот на Спиди нужно поглядывать, что он там приготовил нам. Смог обновляет 45 секунд. И как мы видим, что Спиди пока этот смог не собирается пушить. И вот да. НАТО, САФИКС дождались. Спиди тоже видели. 1 в 4. Ну, такое, наверное, не тащится. Да, друзья, такое не тащится. Допов на карте Мираж не будет. 16-14. Виртуз про таки берут. Берут свой пик оппонента. Не свой пик точно. Они же сейчас сыграли на карте Спраут. И вот тем интересно, что, в принципе, в матче верхней сетки Red Reserve и VP, там тоже была вторая карта. Она закончилась 14-16. То есть все было тоже очень и очень близко. Нам тоже на первой карте VP слили без вариантов. И здесь VP вот хватило одного шажочка, хватило вот этой маленькой крупинки усилий. Мы увидим таки даст, мы увидим решающую карту. Но это будет после паузы в 10-15 минут. Вам, друзья же, напомним, что прямо сейчас, с 4 по 7 октября, в Москве проходит LAN-финал Вест Краша Байоман. Наши коллеги, мои коллеги его для вас освещают. В частности, сейчас, как я понимаю, еще не закончился женский Counter-Strike. Чекните трансляцию в студию UCC Studio. Там посмотрите, возможно, он будет. Ну и приходите, особенно если вы живете в Москве, обязательно приходите на Игромир. Там для вас много киберспорта, там для вас много именитых личностей и в киберспорте, и в просто компьютерных играх, стримах, в принципе, во всей этой дисциплине. Много моих, там, не знаю, таких людей, с которыми я хотел бы увидеться, туда приходят и стримеров. И, в общем-то, у меня возможности нет, а у вас она есть. С вами увидимся через 10-15 минут. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА They had defected and been excommunicated and all the pulses were subverted and they made sure that the obituaries showed pictures of smokestacks. Don't dance along the corpse's ashes. A vivid dissection that mocked the strut of vivisection, a semi-automatic colony and a silencing that still walks the streets. Don't dance along the corpse's ashes. With the company of wolves was a stretcher made of cobblestone curfews as the feathered allies performed their custodial customs quite well. Don't dance along the corpse's ashes. Let's do it. Don't you wake up. Don't you wake up. Don't you wake up. If you are the ihren regarding child and all the chilli you chose early to try and keep off. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»